доброе утро друзья вот вам начинаю ролик с этого петушка молоденького короче знаете вот когда когда кому-то выгоняют из стада вообще непонятно куда его девать понимаете короче короче вот эти цыплята которые вывели из цветного яйца они его просто-напросто выгнали из вот эти тут тут два рыжих петуха но я не знаю они почти все одинаковые они всех подряд лупят а вот этого прям выгнали он вылетал и вылетал отсюда вылетал и вылетал короче ну и все я не знаю куда его теперь запхнуть он я его посадил сюда он залетает индюки беру ну как бы перепуганные на него кидаются он прыгает как ненормальный вот сюда посадил вот это знаете иерархия его там бьют и он типа бедный несчастный от них убегает посадил сюда тут он бьет малышню короче ох и петруха топчет курочек ты чучело мелкая ну и короче он теперь он бегает по проходу вот этим залетел нечаянно гуси на него напали короче что хочет тут то пусть и делает вот так сейчас пока тут убегал подстилал всем он ну вот попил воды а ну иди еще в ту сторону давай а ну будешь еще пить не будет цепочки вот эти на те как их побили я их больше туда не пускал вот у них на на спине вот такой ранка ну вот то что было сдерто коржом взялось ну знаете мне кажется что тут они начали прям расти то есть если их сейчас вернуть в брудер туда в котором они были то им там прям будет тесно прям так хорошо хорошо подросли поилка кормушка спать ложатся вот сюда но они все равно такие вот эти подуанчики валенки что я не не стрихим прическу вроде у них все норм вот так если сюда слетит на низ то назад не залетает нужно подсаживать бывает вот сюда провалятся там где-то сидит тоже не залетает бывает вот туда свалится тоже не залетает чокнутые какие-то это цыплята это такие знаете в клетке вот им сидеть только в клетке и радовать глаз потому что прически у них дай боже да красивенькие вот так кушают когда дверь на улицу открыта сюда забегают утки тут все за ними подгребают мне так нравится что у меня безотходное производство и по поводу кормов они вообще не ну не расходуется зря на том дворе от перепелок те цыплята едят тут от цыплят вот то что отваливаются сюда утки забегают видят короче красота вот так все так вот уже перевернули молодежь думаю вам засниму этих с утра потому что многие любят смотреть цыплят этим поилки хватает на сутки даже больше тут 5 литров они ну знаете им хватает на сутки и за утки а если без утки хватало бы дольше потому что вот обратите внимание как пьют аккуратно цыплята и как сейчас утка делает что у нее вода летит под ну из кормушки короче летит петрушка иди пей не хочешь там у них вода была им только что менял вот так вот тут цыпленок вот тут цыпленок начал обрастать а вот этот не начал короче его еще грызут а вот этот такой смешной ну короче это все от того паренька который мне прислал вот эти винтам очки а тут каких-то непонятных поместных кур или каких-то непонятных пород по одному яйцу по два там было посылки я их ничего не запомнил как бы но и мне зачем один цыпленок какой-то как-то это не ясно у тот белый цыпленок такой смешной тем что на голове у него ну на шее у него кожа красную розовая красная как у обычных цыплят а ноги темные как у необычных цыплят короче странно но они короче вот эти все те которые вон вот этот раз два три 4 5 6 это я всех уберу ну или выпущу туда в общий двор когда вырастут ну тут я так вижу и из курочек только вот это с хохолочком а то петух вот этот тросящийся петух тоже можно нужно его будет убрать так что так кушать насыпать а нет это уже петухи пристают куром нужно уже да уже уже пристают то они такие большие а курочки какие-то маленькие и еще вот это то что я их кормлю бройлерным комбикормом может они тяжелые сейчас еще мне подавят тут и так всего шесть курочек вот то что я говорил дверь открыл смотрите утки сразу бегут в порядке тут наводить собирают собирают гранулу вот молодцы да индюшатки а еще индюков еще не убирал нам все думаю надо убрать еще одну индюшку надо убрать еще одну индюшку и еще здесь один индюка я вам говорил немножко нам на лапу одну хромал и я говорю если будет дальше хромать то я его уберу но вроде не хромает но при этом он покажи вот этот вот этот он когда мне надутый он размером с индюшку эти два такие побольше а тот мелкий прям с индюшку размером это надулся конечно нормальный у него размер с виду а так мелкий мелкий короче ну и думаю сейчас уберу там один 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 скелет будет так что пока ходит ну индюшки все на месте кэш сюда нате молодежь опачки у них хоть убирай хоть не убирай вот этим создаю и все тут у меня все накормлено гуся там еще налить и все на 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 а у этих была пустая поилка с утра ну ничего тут и все красные выросли да мне кажется они белого выгнали ну начали бить потому что они все темненькие а он светлый вот придурки по-другому не назовешь так это ковши я забираю кэш вот так секундочку вы свиноты я сначала им поставить большую поилку а потом поменял ее назад на маленькую потому что они тут такого болота устраивает пока не заканчивается у них поилка шестилитровая они не заканчивают купаться я понимаю что это водоплавающая птица ей надо купаться но не в загоне где полы деревянные где полы деревянные не очень не очень мне покупание их нравится вот еще еще чуточку и пойдут на улицу буквально ну наверное до октября месяца и пойдут гулять хватит им еще и погулять октябрь всегда такой ну как бы немножко дождливый но теплый хотя и не всегда он дождливый большие уже прям ну прям большие даже ну они как бы на грануле бройлерной на улице есть уже обросшие гусята размером вот как этот потому что ну эти едят получше все тут все у нас чуточку срывался дождь двор чуть-чуть намок вот так большие уже вот такие дела и нужно будет вот этого уже убрать потому что знаете одна утка а такой бардак наводит просто невероятный бардак такая грязь как будто тут сидит 50 штук вот честно вот воды сейчас налью сейчас начнет купаться освоился короче этот одноглазый утенок что ведет себя как как все остальные утки-свиньи да вот так кушает бройлерный комбикорм и стал максимально максимально тяжелый хоть и небольшой размером потому что как бы он чах там о бромка уже кукарекает чах-чах и ну я имею ввиду был такой чахлый прям слабый по двору ел только в то время когда его подносили к камушке а тут свободный доступ да ну короче отожрался хватит и ему мучиться в клетке и мне за ним убирать вот так кто тут уже кукарекает эти уже прям тоже красавчики на петрохо и как его туда в общую кучу кидать если там одни петухи они его будут бить может этим может тем курочкам ну вот там шесть курочек отдать вот этого петушка такой красивый ой ты какой молодец ну вот такие вот дела а еще на и тебе на на и тебе поилочку не слазь нет на вот зараза думаешь что такая грязная вода штука поменял утки гуси уже в ней купались паразиты любую граммульчика увидят и сразу нужно туда нос запахнуть паразиты все эти тоже такие вот тут красивые мне кажется мне кажется скоро надумают надумают нестись нет когда начинают нестись кохенхинчики карликовые вы мои маленькие сколько им получается они с самой весны майские да это пятый месяц пошел ну еще рано нестись но красивые ну и я вам показывал что переношу зерно с одного места на другое зашел зашел с ведром туда а там по ячменю бегает крольчиха вот эта которая бегала по двору и я ее поймал и посадил к самцу опять может погуляет уже сентябрь месяц хоть я не хочу кроликов дальше держать но может погуляет и будут малыши к новому году кто-то возьмет себе крольчатинки да ну вот такие вот дела да обормоты обормоты говорят не показываю кроликов а кого тут показывать их нету десять штучек осталось ни малышни нету ничего так что вот такие дела утки которых я выпустил ну они отличаются у них у них клювы светлые вот они они уже освоились вымазались или выкупались как можно это все назвать я не знаю правильно но они освоились их никто не обижает никто не бьет ходят себе хорошо я переживал что им будут вот такое слабенькое перо выдергивать никто никому не выдергивает короче освоились стадом не ходят ходят кто где хочет тут вот три стоит вон один там один вон туда пошел короче короче разобрались очень стали хорошо кушать ячмень на ячменю есть как бы оболочка шелуха а гуси птица которой нужно больше клетчатки вот в ячмене вот эта шелуха пусть едят это тот ячмень который вот там он такой вроде и не прелый но как-то чуть-чуть цвет поменял а утки хорошо его едят вот я им насыпаю смотрите два ведра насыпал к обеду ничего не останется все сожрут вот так конечно тут болото наделы я туда воды доливаю ну и они вот едят его прям все едят и гуси и утки едят нравятся сейчас дождь не знаю сегодня ничего им не принесем кабачки пусть едят вот так ну и вот моя маленькая уточка она сейчас линяет это вот с маленькими глазками поняли она сейчас линяет такая манюшечка но я за ней слежу она толстенькая и все у нее нормально видите видите как едят ячмень молодцы ничего вы вот такие дела ладно ребят всем большое спасибо за просмотр пошли на тот двор будем пускать свинку покрываться да вот такие дела всем пока пока пока